Здравствуйте! В эфире Новосибирские новости. Мы рассказываем о том, что происходит в городе. В студии Лидия Захарова. Смотрите сегодня в выпуске. 30 человек пострадали, 5 в тяжелом состоянии. Сильные морозы добавили работы врачам. Энергетики предлагают постепенно повышать тарифы, чтобы ремонтировать теплотрассы. В муниципалитете нашли альтернативное решение. Сибирские повара готовятся к молодежному чемпионату мира по хоккею, исследуют традиции разных стран и экспериментируют с местными продуктами. 30 человек обратились за помощью к врачам с обморожением или переохлаждением. В первые дни февраля. 20 пациентов госпитализировали, 5 в тяжелом состоянии. Вполне благополучные люди, которые оделись не по погоде или попали в ситуацию, которую они не смогли спрогнозировать. Это связано с поломкой автомобиля, с длительным пребыванием на остановках и с необходимостью долгое время идти пешком. Трое получили сильное переохлаждение, у них была нарушена терморегуляция организма. Некоторые случаи усугубились обморожением рук и ног. 14 пациентов обморозили кисти, у 8 из-за морозов пострадали стопы. Самые серьезные повреждения у тех, кто долгое время провел в снегу или растирал им поврежденные участки тела. Это некроз тканей. Самое, что страшное, то из-за чего иногда люди теряют пальцы рук, ног, иногда даже руки, ноги, конечности, фрагменты носа, ушей. Это вот когда возникают некрозы уже на фоне грубого обморожения. Анатолий Локоть в эти минуты проверяет, как на ТЭЦ-5 справились с ремонтом одного из энергоблоков. Напомню, его отключили в понедельник. Сегодня же мэр встретился с генеральным директором энергохолдинга СГК Степаном Солженицыным. Какие вопросы обсуждали, расскажет Александр Сульдин. Ситуация штатная, порывов теплотрасс нет, батареи в квартирах горожан не остыли в аномальные холода. Такую оценку дал работе энергетиков мэр Новосибирска. Была информация о том, что выводился один из блоков на ТЭЦ-5 на ремонт, но абсолютно контролируемо. Город не заметил, если говорить в целом, то город не заметил, что какие-то ремонтные работы там ведутся, температура, тепло было обеспечено. Сибирская генерирующая компания подготовила большую программу ремонта теплосетей. Планы самые амбициозные, ну почему? Потому что нужно вкладывать в сети. Мы смотрим на то, где исторические возрасти сети и где, к сожалению, были порывы. И это составляет карту приоритетов. Планы ремонтов координируют с мэрией. Остается вопрос, на какие деньги менять трубы. Предыдущие недоремонты, они имеют накопительный эффект. Тем не менее, мы в этом году ремонтную программу, не глядя на источник в тарифе, составили. А он превышает, ну в два раза превышает источник в тарифе. В СГК подсчитали, чтобы привести в порядок энергосистему Новосибирска, это и ТЭЦ, и проблемные теплотрассы, нужно более трех миллиардов рублей. Для развития энергетики понадобится 20 миллиардов. Чтобы окупить вложения, энергохолдинг предложил ввести в регионе метод альтернативной котельной. Повышение тарифа на 3% плюс инфляция в год в течение 10 лет. В муниципалитете предложили другие варианты. Ремонт можно провести при поддержке бюджетов или за счет привлечения частных инвесторов. В данный момент муниципалитет тратит по полмиллиарда рублей в год на ремонт теплотрассы. Этого явно недостаточно. В любом случае, финансовые вопросы потребуют еще долгого согласования со всеми уровнями власти. С депутатами, общественниками. Одно известно уже сейчас. Резких скачков тарифов для горожан не допустят. Александр Сульдин, Олег Королевец, Новосибирские новости. Сроки ввода восточного обхода остаются прежними. Это подтвердил сегодня губернатор Андрей Травников. Напомню, сдать этот крупный объект должны в 2021 году. А вот дату окончания строительства четвертого моста через Обь скорее всего пересмотрят. Работы на этом объекте только начинают. В 2019 году регион должен получить первый транш из федерального бюджета – 400 миллионов рублей. Планируют подготовить территорию на правом и левом берегу в районе строительства. Напомню, четвертый мост пройдет между Коммунальным и Димитровским в створе улицы Ипподромской. Проект включает мостовой переход протяженностью полтора километра и масштабные развязки. Кроме этого, регион будет участвовать в десятках федеральных проектов. Это фактически первый год такого серьезного, серьезной реализации национальных проектов, инициированных главой государства президентом Российской Федерации Владимиром Ильичем Путиным. Новосибирская область принимает участие в большинстве федеральных проектов, нацпроектов. Из 67 федеральных проектов сегодня подтверждено наше участие в 53-х. И, конечно же, практически все из них будут реализовываться на территории города Новосибирска. Пять модернизированных трамваев выпустит в этом году предприятие БКМ «Сибирь». Обновление дорог будет еще масштабнее. Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» теперь позволяет выделять средства не только на ремонт, но и на реконструкцию магистралей. О планах дорожников и транспортников расскажет Анна Буянова. Подведение итогов – лишь повод говорить о новых достижениях. В этом году в Новосибирске появятся новые трамваи. Продолжат расширять маршрутную сеть общественного транспорта. И, конечно, будут ремонтировать дороги. На 2019 год у нас бюджет рассчитан управления должного строительства 2 миллиарда 166 миллионов рублей. Кроме БКД, хочу сказать, что БКД в этом году у нас тоже фишка своя будет. У нас, кроме капитального ремонта, мы приступаем к реконструкции двух выездов из города Новосибирска. Это у нас вторая станционная. В этом году реконструкцию и капитальный ремонт проведут на 9 магистралях. Это на треть больше, чем в 2018-м. На шести аварийных участках установят новые знаки, светофоры и нанесут стойкую разметку. Сделают еще больше платных стоянок. Мы должны эту работу закончить, определиться конкретно с экономически эффективными тарифами и перейти к реализации парковочного пространства на уличной дорожной сети. Работу Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Анатолий Локоть оценил на удовлетворительно. Не все задачи удалось выполнить до конца. Но планы на этот год мэр одобрил и напоминает о стратегических целях. Строительстве новых станций метро и развитие транспортной инфраструктуры в целом. Подготовка к чемпионату мира по хоккею среди юношей в городе Новосибирске предусматривает прежде всего изменение в лучшую сторону дорожной инфраструктуры, развитие ее дорожной инфраструктуры, обновление и улучшение работы транспорта, наземного транспорта, автобусного, электротранспорта, трамваи, троллейбусы и, безусловно, метрополитену. Вот этому уделил особое внимание. С 1 июля все частные перевозчики должны перейти на работу с онлайн-кассами. У пассажиров будет больше возможностей для оплаты проезда в автобусах. Анна Буянова, Олег Кролевец, Новосибирские новости. В Новосибирске открыли первый волонтерский центр. На новой площадке добровольцы смогут работать и проводить встречи. Мы так просчитали, что места должно хватить. Здесь 170 квадратных метров вот это помещение. Плюс ресурсный центр является не только местом, куда можно прийти, он является еще такой организацией, которая собирает ресурсы и помогает их правильно распределить. То есть мы будем наращивать базу своих партнеров. Это будут представители бизнеса, это будут представители образовательных организаций, это органы власти. Новосибирская область стала одним из 15 регионов, которые приняли участие в разработке единой модели работы ресурсных центров. Ежегодно волонтеры организуют более 200 мероприятий. Многим добровольческим организациям новая площадка поможет реализовать свои планы. Несмотря на поддержку крупных учебных заведений, которые часто предоставляют площадки для встреч, постоянного места для этого до сих пор не было. Конечно, поддержка таких крупных учреждений – это немаловажно, но тоже иногда надо понимать, что мы можем в отягощение идти, потому что помещение – это всегда на вес золота, в любом случае, особенно для учебных учреждений. Больше двух тысяч раз за прошедший год жители Новосибирской области обращались к уполномоченному по правам человека. По данным омбудсмена, чаще всего права нарушают в сфере ЖКХ и в здравоохранении. Невозможно записаться длительное время не только к узкому специалисту, но и к терапевту. Грубые отношения в регистратуре, на некачественность оказываемых медицинских услуг, неправильно поставленный диагноз. При этом жалоб от ВИЧ-положительных новосибирцев стало меньше. Стали реже обращаться и к уполномоченному по правам детей. Часто жалуются на некачественные образовательные услуги. Особое внимание сейчас уделяют детям, чьи родители не справляются с обязанностями. Ни одно изъятие ребенка сегодня, в общем-то, не проходит мимо института уполномоченного. Мы знаем об этом, что ребенка забрали из семьи. И внимательно следим, чтобы это было обоснованно. Если это случилось, то там сделали все, чтобы сохранить кровную ребенку для семьи. Новосибирцам с инвалидностью на смартфоны поставят специальную программу. Она будет фиксировать их передвижение по городу. Замысел проекта прост. Отследить чистоту, интереса, посещение определенных социальных учреждений, социально значимых учреждений. А второе, связать транспортные артерии, по которым обычно приезжают эти люди, естественно, с учетом возможности их использования, с этими объектами социальными. В департаменте по социальной политике сегодня подвели итоги работы за последние пять лет. Главное достижение – два центра по адаптации людей с инвалидностью. Увеличили в два раза количество мест для реабилитации людей пожилого возраста. В этом году должна заработать единая диспетчерская социальных услуг. Планируют открыть обновленный центр реабилитации для детей с инвалидностью Олеся. Построить санаторий для детей, где можно будет отдыхать круглый год. У нас было две площадки, которые принадлежали детским домам. И в них за год отдыхало максимум 70 человек. Сейчас эти площадки полностью перестроены. И за год в них отдохнуло уже более 1200 человек. Из них четверть – это дети с инвалидностью, дети с сахарным диабетом. Мы должны построить площадку для круглогодичного загородного отдыха. Труппа театра «Красный факел» приехала с зарубежных гастролей. Спектакль «Три сестры» десять раз сыграли в Женеве и трижды в Берлине. Каждый показ проходил с неизменным успехом. Он абсолютно современный. Такого никто никогда не делал. На языке жестов не разговаривали. Вот его два, наверное, главных фактора, два достоинства. С одной стороны, это язык жестов. А второе, то, что это глубоко психологический театр. Театр, ну, тот, который, так сказать, уже практически забыли в Европе. В этом сезоне краснофательцам предстоит еще одна поездка с Ноба в Швейцарию. Позади гастроли во Франции, Греции, Румынии и Германии. В прессе этих стран выходят исключительно восторженные рецензии на трех сестер. Постановка Тимофея Кулябина по пьесе Антона Чехова продолжает срывать аплодисменты. Новосибирцы, востребованный во всем мире спектакль, смогут посмотреть в апреле. Случился такой, ну, для меня очень необычный диалог со зрителем, когда мне написали после первого спектакля, и написал режиссер местного, то есть Берлинского театра, и он поделился тем, что все-таки есть у русских какая-то отличительная черта. Что-то есть такое, что невозможно обозначить словами, это можно только вот почувствовать. Тут, знаете, как, либо случается, либо не случается. У нас в спектакле случается стабильно. Полевой лагерь допризывной подготовки хотят создать в Новосибирске. Это будет делать городской департамент культуры, спорта и молодежной политики. Наша задача, на первую очередь, человека, который пришел к нам в наше направление, его все-таки перевести в условия развития. Развитие его личных качеств, развитие его спортивных амбиций, развитие его мечты. Благодаря именно вот такой работе наш город является тем городом, который мы любим, который является столицей культуры, который является столицей спорта, которым развивается молодежное движение «Самое лучшее в стране». На этот год у департамента культуры, спорта и молодежной политики большие планы. Открыть бассейн в спорткомплексе «Фламинго» на улице Зорги, реконструировать новое здание для театра «Афанасьева». Труппа переедет в бывший кинотеатр «Пионер». Еще один масштабный проект – «Центр Патриот». Попробовать кухню шести стран и необычные блюда из сибирских продуктов пригласили новосибирские повара и кондитеры. Кулинары отметили юбилей своей гильдии и уже начали подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею. Чем планируют угощать гостей и как можно разнообразить традиционную кухню? Михаил Якимов узнал некоторые секреты. Сегодня здесь можно попробовать кухню шести стран мира. Однако есть одна страна особенная. Под российским флагом размещается сибирская национальная кухня. Именно такими кушаниями новосибирские шеф-повара и шеф-кондитеры подчевали жюри самых взыскательных мировых конкурсов. А представляет сибирскую кухню Юлия Литвиненко. Скажите, неужели издавна в Сибири именно такую кухню и готовили? Ну, на самом деле мы рецепты немножко модифицировали и слегка их усовременили. Но самый главный атрибут – это наши локальные сибирские продукты. Например, десерт таежный, карасухские томленые говяжьи щеки и под ведерок свиной копченый. Кстати говоря, и самый деликатес у нас есть рубанина. Заметьте, рубанина из Муксуна. Итальянцы скажут «тартар», а мы в Сибири говорим «рубанина». Блюда с местным колоритом новосибирцы представляли на Всемирной кулинарной олимпиаде в Эрфурте – самым престижном соревновании поваров в мире. Команда завоевала бронзовую медаль и открыла наш город для любителей высокой кухни. Имя нашего города зазвучало. И нам очень важно позиционировать город Новосибирск как в стране, так и за рубежом, чтобы привлекать сюда туристов, жителей. Туризм бывает разный, в том числе и гастрономический туризм. Сначала в Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров было пять участников, а сейчас их 320. Это площадка для экспериментов, мастер-классов и обмена опытом. А праздник – прекрасный повод продемонстрировать свои возможности. У нас представлены семь кухонь мира, потому что мы готовимся к 23-му году к чемпионату мира по хоккею. Мы хотим показать, что Сибирская гильдия готова, повара готовы к тому, чтобы накормить всех членов, всех, кто приедет со всех стран мира. Уже в этом году в Новосибирске впервые пройдет съезд шеф-поваров и шеф-кондитеров. А в следующем вновь планируют принять участие во Всемирной кулинарной олимпиаде. Главная цель – золотая медаль. Михаил Якимов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Завтра в 18 часов слушайте программу «Вечерний разговор» с Артемом Роговским. Речь пойдет о ремонте дорог и строительстве метро. А на сайте НСК Ньюс Инфо можно увидеть самые эффектные фото фейерверков из кипятка на морозе. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok